Духовность и деньги. Я специально сделал паузу, чтобы вы могли так или выдохнуть, или как-то отреагировать. И, друзья, я думаю, что есть такие темы в христианстве, которые мы уверены, что мы их усвоили. И это одна из них. Нам кажется, что здесь все понятно, все ясно. У каждого из нас есть своя позиция. И нам кажется, что вряд ли моя позиция изменится даже и после этой проповеди. И я вам признаю, что я был такой же, как и вы. Я тоже так думал. Я думал, у меня в этой сфере все ясно, все налажено, все схвачено. Но я ошибался. Вникая в Писание, я был сам облечен. Где-то даже потрясен. И где-то, думаю, вам даже мне до конца не верится. Но это между мной и Богом. Сегодня я вас приглашаю, друзья, откройте ваше сердце, чтобы услышать. Не слушать, а услышать. А дальше уже вы будете решать это между вами и Богом. Хочу вначале сказать, что я не хотел бы никого обидеть. И даже хотел извиниться, если вдруг во время своих проповедей в прошлом я вас как-то огорчал. Может быть, вам показалось как-то грубо это звучало. Я извиняюсь не за истину, которая может иногда людей обличать. А именно, возможно, за подачу. И прошу у Бога мудрости, чтобы Он дал мне возможность сделать это с любовью. Я понимаю, друзья, что иногда эта тема, она может создать давление такое нездоровое, манипуляцию. И я понимаю, что этим нельзя злоупотреблять. Также знаю, что есть и мошенники среди называемых верующих, которые иногда людей обманывают. И это тоже есть, и, к сожалению, нам нужно быть осторожным. Для многих тема «деньги» кажется, это не духовная тема. Кажется, нам лучше говорить о молитве, о Богу, о поклонении. Как-то получается, что люди разделяют иногда духовность и деньги. Когда мы говорим о духовности, нам кажется, ну вот молитва, вот это духовность, вот внешний вид правильный, вот это духовность, вот пение, вот это духовность. А деньги – это как будто бы другая личность. У нас две личности. Одна личность – это моя духовная личность, а деньги – это другая личность. И нас это так напрягает, что кажется, вот эту тему лучше как-то не трогай Нам кажется, ну не надо туда залазить Но я хочу вам, друзья, показать, что тема деньги и духовность, ну очень связана Для меня это было просто открытие, казалось бы, все уже изучено, но очень связано И если вы человек не церковный, и вы у нас первый раз, хотел бы вас сразу расслабить Друзья, не чувствуйте никакого давления или обязанности, что вы должны что-то давать Это относится больше к зрелым христианам, но верю, что и для вас вы что-то полезное почерпнете Мы как христиане, надеюсь, все стремимся быть всесторонне развитыми Когда-то мы пришли к Богу, мы оставили какие-то видимые грехи Еще боремся с какими-то, возможно, невидимыми грехами И сфера финансов, это является абсолютно частью нашего духовного развития Как вам кажется, почему люди напрягаются, когда они слышат подобные проповеди на эту тему? Я уже озвучил, что иногда, возможно, у вас был плохой опыт с кем-то Это возможно, я за это извиняюсь Но помните, друзья, что это все равно, что думать, что, ну, бывают же плохие мужья и жены, злые Но неправильно утверждать, что все такие Точно так же и эта тематика в церкви Поэтому, друзья, нам, конечно, иногда, вот, не знаю, если вам жалко меня или нет сегодня Ну, жалко проповедника, кажется, ну, был хороший и репутация была нормальная Ну, зачем ты лезешь в ту тему? Ну, не надо, ну, не трогай эти деньги Ну, лайк, ну, оставь, ну, скажи, что Бог нас любит Ну, что мы хорошие, и мы, как бы, и верить в Бога надо, как бы, ну, и распусти Ну, зачем ковырять вот туда, вот туда, прямо в сердце или прямо в глаз? И, друзья, поверьте, что истинная причина Прошу вас, дайте мне шанс Если смотрите онлайн, не выключайте Дайте мне шанс Показать вам, что истинная причина Почему люди напрягаются Это не потому, что От вас деньги просят Но потому, что Это очень Связано с вашим сердцем Именно эта тема Она затрагивает Самое сокровенное Самое тайное Такое личное И у нас снова здесь, как будто, две личности Вот, если мы говорим о духовности О духовности мы можем помолиться вместе Попеть Но деньги не трогай Не лезь туда Это такая тема закрытая Но, позвольте вас спросить Я буду вас сегодня много спрашивать И прошу, пожалуйста, отвечайте Только себе И только тихо И только честно Возможно быть святым и жадным Только себе И только тихо И только честно Поэтому, друзья Истинная причина Почему люди напрягаются в этой сфере Это связано С сердцем Или же Сердце Привязано К деньгам Но я не знаю Ни одного верующего Который бы вышел И сказал Друзья, помолитесь за меня Но так просто Люблю деньги Но не слышал Таких нужд Таких вот покаяний Никогда Все уверены У меня с деньгами В той сфере Нормально Вот почему называется тема так Духовность и деньги А у нас конфликт Это же разные вещи Причем тут деньги и духовность И вот, друзья Сегодня мы попробуем разобраться Помните, Христос Когда встретился с одним человеком Который был такой духовный Прямо бежал навстречу к Иисусу И мы знаем Он прямо написано Он склонился И говорит Господи, что мне сделать Чтобы служить тебе И вот Все готов И заповеди исполняю И Иисус ему говорит Вау Ну просто Духовностью дышит И говорит ему Сделай одну вещь И вот это одно Парень так расстроился И вся духовность сдулась И он раз и ушел Духовность и деньги Помните, Иисус ему сказал Тебе одно не достает И там Он ему сказал Пару советиков Связано с деньгами Если бы Иисус денег не трогал Просто он был бы красавчик Духовный Но Иисус только одну сферу Так, знаете, как говорят Scratch the surface Только так зацепил И все Сдуло человека А где же твоя духовность? Лучше помолимся Помолимся Тоже Вот так иногда у нас бывает Я не знаю Если вы знаете Этот факт Я думаю Важный Для некоторых За историю существования Нашей церкви Учение О десятинах Приношениях Пожертвованиях В нашей церкви Звучало два раза За двадцать три года Решите Это много или мало Это примерно Один раз В одиннадцать лет Дальше Я раньше смущался Говорить на эту тему Но Осознавая Как много Библия говорит О деньгах И как Иисус Учил О деньгах Меня это Встревожило Как-то Зацепило Внутри Вы никогда Не задумывались Что и старый завет Говорит о деньгах И новый завет Говорит о деньгах И Иисус Учил об этом Если бы я там был Наверное Сказал Иисус Ты понимаешь Ну уважаю тебя Как проповедника Но у тебя только Триж три года На земле Ну если можно Ну давай темы Поважнее Так Подуховнее Зачем ты о деньгах Тут эти притчи Рассказываешь Это не духовное Так бы Мы же разделяем Правда Деньги и духовность И вот интересно Что Иисус Христос Оказывается Показывает Сферу Проблем Людей Показывает Вот сферу Которую Ну нельзя Обойти Если ты Называешься Духовными Или хочешь Как-то следовать За Иисусом Христом Этот экзамен В этой сфере Ты должен сдать Ты должен быть развит И в этой территории Ты может быть думаешь Я молодец Я там уже не грешу Там не курю Не пью Но ты не везде Еще молодец И вот здесь друзья Не только Иисус Показывает Что это важно Но практика Практика подтверждает Что это правда Человек постоянно Вокруг Вот вы свидетели Человек Ищет деньги Всегда мечтает Зарабатывать Больше денег Думает о деньгах Почти постоянно Мы соприкасаемся С деньгами Почти каждый день То кофе купил Снова деньги Продукты купил Деньги На заправку Заехал Деньги Кому-то заплатить Деньги Ты спишь А у тебя автоматически Со счета снимается Какой-то билл Опять деньги И ты Кажется Каждый день Деньги Везде Деньги А если ты верующий И понимаешь Что суть христианина Быть представителем Христа Его царства Не только Один раз В воскресенье А везде Всегда То как же ты Разделяешь деньги И твою духовность Если ты этим пользуешься Каждый день И вот здесь друзья Важно напомнить Что вообще Если взять конфликты Которые существуют Среди людей И в мире То наверное Половина из них Из-за Денег Правда у вас было такое Что делал С человеком Сидел на одной лавке В церковь ходил Как только начал бизнес делать Хлоп Накинул И ты такой Так ты же верующий Так ты же в церковь ходишь Подожди 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 Ты не трогай Я в церкви Духовный А бизнес Это бизнес Или я в церкви Духовный А деньги Это другая личность Ты туда не лезь Кажется Так подожди Так Парадокс получается И здесь Криминал Часто Какой мотив Деньги А войны В мире Ведь Вы же понимаете Коррупция Злое Вот это сердце человека Часто там за этим стоят Тоже Эти же Деньги Толкают людей На неимоверные вещи И как вообще Человека проверить Ну понятно Не просто Так вот На легке Там с ним Так вот Красиво кофеек Попил Или там По одежде Его оценил Чтобы человека проверить Нужно с ним что Сделать какое-то дело Нужно с ним Нужно с ним Какую-то сделку Вступить Там В поездку Поехать И вот на деле В работе Люди Проверяются А особенно Когда дело Связано с чем С деньгами Вот там люди Проверяются Обстоятельства Просто Вскрывают Суть Человека Например Библия говорит От избытка сердца Говорят уста А человек говорит Нет Меня достали Меня спровоцировали А Библия говорит Неправда Проблема в тебе Существовала давно Там собачка сидела Она хотела гавкнуть Но спровоцировали Она гавкнула А если там собаки нет То она и не гавкает Точно так же Друзья И с деньгами Мы сейчас В нашей церкви Начали большой проект Стройку И кто-то кажется Ну вот В чем как бы проблема Что меня напрягают Оказывается Это вот Виновата стройка А ответьте себе На вопрос Тихонько И честно А до стройки У вас эта проблема В сердце была? А когда мы закончим Этот проект Скажите пожалуйста У вас эта проблема В сердце Если она там сидит Она останется? Это вопросы Которые только можно себе Честно Тихонько отвечать И оказывается Что снова Все вот эти проекты Обстоятельства Они всего лишь Вскрывают Проблему Которая там Давно была Она там может быть Давно сидит И мы просто Ее приглушили И на эту тему Лучше Не будем говорить И человек Думает Например Если взять детей Вот чтобы узнать человека Иногда нужно Затронуть Вот эту тему Финансов Попросить его Поделиться Деньгами Или пожертвовать И вы сразу Увидите Другого человека Вот вы с ним Дружили Общались Все Но вот только Затронуть Эту финансовую Тему И вы сразу Так Надеюсь Так вот Почему Иисус Эти притчи Выдавал За деньги Ага Вон она Где зарыта Собака А я думал Мы духовные Смотрите Вот пример С детьми Когда вот Касается Вот таких Вот Проектов Финансовых Ты сразу Видишь Кто щедрый Кто Жадный А кто Хитрый Когда-то Когда дети Были маленькие Возможно У вас тоже Такое было Дети иногда Не делятся Своими игрушками С другими Детьми Или даже Со своими Братиками Сестричками И вот Ты смотришь На эту картину И думаешь Ну кто Его научил Быть таким Вот Или жадным Или эгоистом Ведь это же Твое Дитя Любимое И вот он Ну не делится Кажется Ну зачем Кто Когда Успел Его Научить И здесь Мы понимаем Что природа Эгоиста Она заложена В детстве И она Проявляется И что делают Родители Хорошие Они начинают Учить Своих детей Чтобы быть Щедрым Добрым Делиться Начинают Учить Вопрос Подчеркиваю Учить Естественно Это не приходит К детям А как Насчет Взрослых Вопрос А взрослых Нужно Учить Или у взрослых Это Едовать Естественно Это такое С легкостью В припрыжку Так С песней Так Сколько вам дать Так Раз И без проблем Или тоже Так Услышал Тему Так Нахмурился Голову Опустил Ага Давать Сейчас Дам Ну имеется ввиду Денег А вы подумали И вот здесь Друзья Еще одну картину Вам представлю Из практической жизни Ребенку Моим детям Купил мороженое И у ребенка Спрашиваю Дай папа И дай я укушу Вы Догадаетесь Дальше Как фильм развивается Да Кажется Надо было Купить мороженое Всем По одному А я вот Промахнулся Себе не купил Думаю Ну там Укушу два раза И мне хватит И вот этот Мой маленький ангел С длинными волосами Так вот Говорю Дай папа Мороженое Лизнет Так шаг Я такой думаю Hello Маленькое творение Я же тебе Мороженое купил Я могу еще Тебе купить И все В чем ты стоишь Я тебе купил Как не стыдно Не можешь дать мне укусить И вот здесь Друзья Мы понимаем Что У ребенка Не хватает Зрелости Осознать Что папа Обеспечитель Все обеспечивает Полностью все И вот такая же Ситуация Такой же принцип Происходит у взрослых детей Духовно Верующих Вот наши Взрослые люди По отношению К Богу Когда нам нужно Что-то давать Или жертвовать У нас так Это что Это мое Так Бог же тебе Все это дал Все что у тебя В банке В холодильнике Все Бог тебе дал Только одни это признают А другие нет И здесь друзья Снова вопрос Чтобы человек Начал давать Или помогать Это зависит От физического возраста Или же От нужды Или от Духовной Зрелости Может же быть Дядька и здоровый Как бы физически Взрослый Но это никак не меняет Его сердце Его отношения К даянию К финансам Некоторые люди Дают Когда нужда Некоторые Когда нужда Не дают А некоторые дают И без нужды Они ее Сами находят Уровни Чувствуете Духовности Разные И Сегодня Мой стейтмент Одна из Сфер Где проявляется Моя духовность Это Пожертвование Одна Из Сфер Потому что Нельзя этим Откупиться Вот если я много денег Даю То я значит Духовный И одновременно Грешу Нет Это вот Всестороннее Развитие И эта сфера Сто процентов Освещает Твою духовность Итак Несколько пунктов Я даю Потому что Пункт номер один Понимаю Божьи принципы Даяния Притча Третья глава Девятый стих Чти Чти Господа От имения Твоего И от Начатков Всех Прибытков Твоих И наполниться Житницы Твои До избытка Первое Обращаю Ваше внимание На то Что Здесь Божье Слово Показывает Принцип Что Бога Можно Почитать Финансами Материальными Вещами Это Одна из Сфер Как мы Можем Выражать Наше Почтение Или поклонение Богу Дальше Здесь написано О том Что чти Бога От Начатка Твоих Доходов Не тогда Когда ты Бизнес План Сделал Идеи Вложил Инвестменты Все Бил И заплатил А потом Что осталось И если Настроение Осталось То тогда Может быть И Богу Что-то капну Понимаете От Начатков Принцип Которому Призывает Людей Бог Дальше Левитам 27 глава 30 стих Всякая Десятина Это 10% Дохода Принадлежит Господу Это Святыня Господня Хочу Чтобы мы Заметили Слово Святыня Holy Дальше Принадлежит Господу А теперь Внимание Десятина Даже не Называется Жертвой А мы Думали Мы такие Красавчики Мы Богу Жертвуем Я пожертвовал Десятину А теперь Прочитай Внимательно Как ты Можешь Пожертвовать То Что Не Твое Извиняться За то Что я Сказал Пожертвовать То Что Не Твое Идем Дальше Бог Учит Свой Народ И дает Им Закон Приносить Богу 10% От Дохода В Старом Завете Было Три Десятины Первое Это Было В Храм Должны Были Приносить Десятину От Доходов Левитам И Священникам Вторая Была Десятина Для Праздников И Третья Была Десятина Для Бедных И Для Пришельцев Один раз Каждые Три Года У У меня Нету Времени Поговорить На Эту Тему Глубже Если Вам Интересно У нас На нашем Ютуб Канале Есть Две Части Нужно Ли Давать Десятину Дальше Вопрос Богу Нужны Деньги Логичный Ответ Нет У Него Там Проектов Стройки Нету На еду Не надо В чем Вопрос Тогда Следующий Вопрос Более Интересный Зачем Бог Требует У своих Людей Которые В Него Верят Чтобы Они Ему Давали Деньги Если Они Ему Не Нужны То Зачем Ему Богу Давать И Вот Друзья Мы С Вами Приходим К Сердцевине Вот В чем Вопрос Бог Знает Что Это Лучший Метод Показать Что У Тебя В Сердце Богу Нужны Не Деньги А Твое Сердце А Твое Сердце Очень Связано С Деньгами И Мысли Связаны С Деньгами И Мечты Связаны С Деньгами Будущие Проекты Связаны С Деньгами Приоритеты Связаны С Деньгами Все Повязано В Деньгах И Это Неразделимо Вот Почему Бог Просит Отдай Мне Часть И Сразу Вспоминайте Историю С Мороженым Мое Вот Вот В чем Суть Друзья И Здесь Я Когда Изучал Эту Тему Ветхозаветняя Десятина Она Выражала Две Вещи Первая Она Выражала Благодарность Богу То есть Этими Своими Приношениями Пожертвованиями Люди Демонстрировали Что они Признают Что Господь Он Владелец Всего Что Он Провайдер Обеспечитель Всего То есть Они Благодарили Бога А второе Это был Акт Поклонения И Конечно И сегодня Легче Сказать Давай Я лучше Богу Поклонюсь Что-нибудь Спою А Бог Говорит Нет 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 Ты Можешь Петь Но Твоя Твоя Песня С сердцем Расходится Поэтому Я тебе Говорю Ты Отдай Богу А Ты Такой Нет Я Лучше Спою Интересно Что Когда Я готовился Эту Тему Говорить Я Переживал Признаюсь Тема Очень Тонкая И Я Не Заказывал Песни Для Наших Певцов Сегодня Стою Во время Прославления Поют Песню Все Я Отдаю Я Такой Вау Как в Тему Как в Десятку Так Смотрю Вокруг Все Так Поют Классно Такой Думаю Вау Думаю А может Ли Песня Расходиться Сердцем Я Так Смотрю Некоторые Не Поют Думаю Или Слова Забыли Или Просто Совесть Так Затеребенила Или Так И Так Тоже Можно Спеть И Вот Вы Понимаете Даже В этом Разница Вот Да Петь И Делать И Здесь Хочу Вам Привести Некоторые Факты Из Писания Как Много Библия Уделяет Этой Теме Финансов И Изучая Я Нашел Статистику Где Некоторые Люди Они Говорят Как Много Библия Говорит О Финансах Насколько Это Важно Было Для Иисуса Если Вы Будете Сами Исследовать Вы Найдете Что Более Двух Тысяч Стихов Библии Говорят Честно Признаюсь Я Не Пересчитывал Там Кстати Даже Больше Это Так Я Скромно Сказал И Иисус Христос Притчи На Эту Тему Людям Давал И 12 Из Них Были На Тему Денег Скажите Это Много Или Мало Учитывая Иисус Его Ограниченное Время На Земле Все Притчи Которые Он Сказал 12 Из Них Говорил За Деньги Я Сказал Недуховная Тема Давай Лучше Поговорим О Пении Или О Молитве Зачем О Финансах Трогать Эту Тему Ну Не Трогайте Эту Тему Пожалуйста И Вот Здесь Друзья Кажется Что Суть Которую Я Нашел Во Всех Этих Цифрах Хочу Сейчас Ее Раскрыть Когда Иисус Христос Говорил О Деньгах То Он Использовал Деньги Просто Как Иллюстрацию Как Платформу Чтобы Показать Насколько Сердце Человека Испорчено Его Поинт Был Не В Деньгах Ему Деньги Не Нужны Но Почему Он Эту Сферу Трогал Потому Что Он Знал Что В Людях В Этой Сфере Есть Проблемы Глубокие Все Связано С Деньгами Иисус Строго Эту Тему Вспомните Богатого Бедного Притч Не буду Вам Повторять Все Говорилось О состоянии Сердца Вот Суть Куда Иисус Целился Копал Мы Всегда Думаем Если Эта Тема Звучит О Деньгах Значит Нужно Давать Проект Нужда Ну Ладно Дам Но Это Твоему Сердцу Не Помогло Сердце Не Исправилось Вот Куда Иисус Целится Сердце Связано С Деньгами Вот Почему Духовность И Деньги Смотрите Марка 12 Глава Иисус Сказал Им В ответ Отдавайте Кесарю Кесарю А Божьи Богу У 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 Контекст Это Историй Помните Иисус Взял Монетку То есть Точно Идет Тема О Финансах Визуальные Все Используются Пособия И дальше Иисус Говорит Отдавай Богу Божье А вопрос А что Божье Вы Никогда Не думали Подожди Подожди Значит Получается Есть Божье Есть Мое Есть Наше Есть Там Еще Что-то Богу Божье Отдавайте Значит Жизнь Отдать Или Что Время Отдать А Деньги Не трогайте Мы Богу Можем Отдать Два Раза В церковь Прийти Можем Богу Отдать Два Часа Можем Там Еще Что-то Бог Но Деньги Не Трогай Вы Видите Как оно Все Где-то Там Вот Так Скрыто Где-то Там Так В глубине Сидит И Здесь Друзья Я знаю Что и Сегодня Как и Раньше Было Люди Будут Спорить О том Что Давать Десятину Не Надо Потому Что Это Старый Завет Это Был Закон А Мы Сегодня Живем Не Под Законом А Мы Живем По Благодати И мы Даем По Благодати Извини Что Перебил А расскажи Как Это Ну Мы Даем По Благодати Мы Не Под Законом Можешь Объяснить Ну Давай Я Помогу Написано Мы Спасены Благодатью Благодатью Вы Спасены Это Как Значит Ты Заслужил Наказание За Свои Грехи И Бог Тебе Скажем Должен Дать Я Образно Простите Иллюстрация Может Не Совсем Точная Должен Дать Тебе Десять Палок По Спине За Твой Грех И Бог Говорит Хорошо Десять Процентов Оф То есть Получишь На Десять Процентов Меньше Это Благодать Или Это Закон А Иисус По Благодати Спас Нас Простил Нам Все Бесплатно Незаслуженно Просто На Основании Нашей Веры Дал Больше Не Ограничивался Десятью Процентами Движимый Любовью Раскрыл Все Отдал Себя Самого Ага Вот что Значит Давать По Благодати Ну Тогда Все Таки Десятина Сойдет Потому Что По Благодати Это Значит Больше Это Движим Ты Не Законом А Любовью К Богу А Любовь Не Будет Ограничиваться Какими Минимальными Вещами Ну Еще Кто-то Скажет В Новом Завете Написано Давать По Расположению Сердца Так Смотришь Такое Сердце Расположенное Да Мы Не Под Законом Надо По Расположению Сердца Давать И Ты Так Смотришь Думаешь Ну Сейчас Как Даст Много Денег И Ты Понимаешь Что Человек Вроде И Писание Цитирует Но Вроде Как Будто Две Личности Да Вот Здесь Духовность Такая Которая Цитирует Писание И Здесь Есть Другая Личность Которая Там Скрыта И Ты Только Тронь Только Тронь Ту Личность Сразу Там Что То Выплеснется Оттуда И Конечно же Регулируется Наше Даяние Сердцем Отношением С Богом И Нашим Отношением К Деньгам Потому Что Христос Бог призывает Возлюби Бога Всем Сердцем А Часть Этого Сердца Там Деньги Стопроцентов Есть Оно Так Связано Оно Оно Движет Иногда Нами Нам 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 Трудно Признать И Мне Трудно Признать И Это Вот Почему Я Захвачен Этой Темой Потому Что Для Меня Даже Некоторые Откровения Я Думал У меня В этой Сфере Все Нормально Но Когда Ты Понимаешь Что Все Так Наверное Нет Ты Все Так Как бы Все Вокруг Тебя Доказывает Что Нет Но Мы Пытаемся Это Разделить Деньги И Финансы Разделить Это Нет Нет Оно Неразделимо Я Не знаю Если Вы Знали Что Десятина Возникла До Закона У меня Этого Нет На Экране Евреям Седьмая Глава Шестой Стих Описывает Как Авраам Принес Богу Десятину Принес Отдал Мелхиседеку До Того Внимание Внимание До Того Как Был Закон Что Нужно Каждый Должен Давать Десятину У Меня Вопрос Кто Его Заставил Кто Его Научил Авраам Это Был Первый Самый Первый Человек Который Дал Десятую Часть Дохода Богу Оказывается Снова Возвращается Все Туда В Сердце Что Человек Движим Своими Отношениями Близкими С Богом Он Достиг Уровня Духовного И Общения Близости С Богом До Того Что Он Сам Захотел Давать Не потому Что Закон Его Заставил Поэтому Стоит Расслабиться В этом Направлении Вопрос Спор Не в Законе А в Состоянии Сердца Вот Только Там Все Корни Потому Потому Что Когда Человек Дает То Он Должен Давать Не потому Что Я Должен Давать А потому Что Я Хочу Я Люблю И Тогда Я Даю Чувствуете Разницу Между Духовными Я Должен Давать Ну Ладно На Или Я Хочу Мне Даже Не Надо Напоминать Смотрите Луки 19 Глава История Закхей Иисус Закхей К нему Взошел Дом Иисус И он Говорит Господи Половину Имения Моего Отдам Нищим А жена Got Too Emotional Слишком Эмоции Свои Распустил Закхей Какую Половину Закхей Так Может Закхей Закхей Господи Я Половину Имения Отдам И Все Что Имею Там Вчетверо Воздам Итак Смотрите Иисус Там Семья Жена Все Так Пауза Все Наблюдают За этим Таким Стейтментом Сильным И Христос Представьте Его реакция Закхей Закхей Расслабься Ну Какую Половину Имени 10% И Свободен Просто Вот 10% Ну Не Напрягайся Закхей Ну Че Ты Так Переборщил Смотрите Друзья Оказывается Чему Радуется Иисус Смысл Не в том Что нам Нужно Сегодня Отдавать Половину Имения Смысл В том Что Иисус Радуется Внутренним Процессом Которые Происходят В сердце Закхея Вот Это Суть Ему Не важно Половина 10% 20% Ему Самое Главное Процессы Внутреннего Человека Вот Этому Иисус Радуется А давайте Подумаем А почему Вообще Что его Подтолкнуло К этому Откуда Пришло Это Желание Я вам Хочу Напомнить Из истории Что Иисус Христос Пришел В его Дом Иисус Христос Пришел Не только В его Дом Но и В его Сердце И Когда Иисус Наполняет Твое Сердце Когда Иисус Твоим Присутствием Наполняет Тебя То Мотивы Меняются Мысли Меняются Желание Меняется Сердце Меняется Вот Корень Побуждения Иисус Не объявил Так друзья Мы строимся Кто что Даст Он не объявил Так у нас Нужда Друзья У нас Нужда Есть Вот у нас Есть Вдовы Бедные Так Кто что Может Пожертвовать Нет Без Всяких Объявлений Реакция Сердца Вот что Ценно Вот что Бог Всегда Направляет Туда И здесь Конечно Можно сказать Ну ты Примерчик Выдал За Закхея Да ведь Он же написано В Библии Был богатый А мы Бедные Поэтому Пример Не подходит Я рад Что вы Спросили Потому что Я подготовил Ответ Для Бедных Для Нас Богатые Это же Не наше Мы Все Бедные В Америке Выживаем Не Доедаем Потому что Не можем Доесть И вот Здесь Оказывается Причина Друзья Вот Некоторые Люди Говорят Если бы Мне Подарили Миллион Я бы Половину Богу Отдал Врешь Не Отдал Бы Если бы У тебя Было Даже Десять Миллионов Ты бы Богу Не отдал Знаешь Почему Потому что Количество Денег Не Меняет Твое Сердце Никак Попал Оказывается Друзья Что Все Опять Оттуда И Мы Здесь Возвращаясь К этому Тексту Написано Что Она Дала Я вам Говорил За Закхея Что он Богатый Человек Так А теперь Давайте Вам Приведу Местописание За Бедных Людей И Это Уже Кажется К нам Ближе Марка 12 43 Слушайте К нам Относится Бедная Вдова И Даже Ты Не Вдова То Бедный Я Человек Этот Человек Бедный Она Положила Больше Всех Другие Клали От Избытка Своего Она Положила Все Все Что Имела Я Не Призываю Вам Все Отдавать Чтобы Ваши Дети Голодали Не В этом Суть Суть В том Что Иисус Христос Снова Показывает Красивое Сердце По Настоящему Духовность Ведь Никто Не знал Сколько У него На счету Денег Каждый Раз Когда Вы Жертвуете Что-то В церковь Богу Кажется Я Красавчик Но Ведь Бог Знает Сколько На счету Денег И Суть Не В том Чтобы Вы Там Давали Половину Или Все Нет Не В этом Сердце Просто Сердце Бог Написано Иисус Вот за Эту Историю Сидел В храме И смотрел Иисус У тебя Больше Нечего Делать Сидеть И вот Это Смотреть Как Люди Кладут Сокровищницу А Иисус Наверное Думает Так Там Суть Людей Проявляется Как Они Берут Кладут Так Считают Перебирают Так Прикинули Там Вот Столько Дам Так Вот Там И Вся Иисус Вот Туда Так Фокус Резко Навел И отсканировал Сердце А потом Мы поем Все Я Отдаю Она Во-первых Дала Богу Эта Вдова Она Была Бедная Так Написано Она Не дала Человеку Там Пастору На Туфли Она Дала Богу И Дальше Если Она Была Бедная И Дала То Это Значит Что Не Только Бизнесмены Должны Давать Если Ты Бедный Ты Можешь Давать Если Ты Студент Ты Тоже Можешь Давать Если Ты Беженец Который Недавно Приехал В Америку Ты Тоже Можешь Давать Независимо Сколько У Тебя Проект И Мечты И Нужды Вопрос Хочешь Ли Ты Давать А у Нас Там Всегда Оправдание Я Вот На Дом Собираю Я Вот Там Долги Отдам Надо Машину Купить А потом Думаешь Если Миллион Выграю Отдам Да Не Отдашь Ты Сердце Надо Менять Иисус Христос Этот Пример Прославляет Вот Это Сердце Показывает Вот Эту Историю Как Иллюстрацию Сегодня Для Нас И Он Поочиряет Это И Не Говорит Сестра Лидия Ну Вы Переборщили Надо Только Десять Процентов Дать А Вы Отдали Ну Сестричка Ну Может Вы Переволновались Ну Что-то Там С вами Ну Не Надо Ну Так Много Давать Иисус Христос Снова Замечает Сердце Сердце Человека Она Друзья Демонстрирует Наверное Нас Всех Скажем Нам Ставит Шах И мат Всем Которые Сейчас Дают Вот Жертвуют Кажется Мы Такие Молодцы Она Вот Показывает Я Даю Потому Что Я В Бога Верю Я Сто Процентов Верю Что Он Мой Обеспечитель У Меня Ничего Nothing Вот Вера Не Песни Там Петь Можно Вот На деле Вера Я В Бога Верю Я Я Бога Люблю Вот Почему Даю В Бога Верю Потому Что Он Мне Только Он Мне Даст И Бога Люблю Вот Почему Ему Даю Вот Сердце Но Наш Отношение Между Богом И Человеком Друзья Всегда Строились На Основании Жертвоприношений Нужно Было Жертву Приносить Вот Чтобы Как-то Любить Любовь Связана С Жертвой Любовь Связана С Тем Чтобы Давать Не Брать А Давать Вот Почему Деньги И Духовность Вместе Но Наш Эгоизм Наша Природа Человеческая Всегда Противится Этому Эта тема Неприятная Хочется Ее Закрыть Не Слышать Хочется О чем-то Духовном Поговорить И Мы Даже Используем Текст Писания Чтобы Себя Оправдать Вот Знаете Как Алкоголик Себя Оправдывает В том Что Он Пьет И Грешит И Алкоголик Он Говорит Текстом Писания А в Библии Не написано Что нельзя Пить Главное Не Упивайся Ты Смотришь Думаешь В жизни Месс Полный Бардак Но Смотришь Такой Духовный Просто Проповедник Текстами Писания Тебе Объясняет А как Вы Думаете Духовные Жадные Люди Они Могут Текстами Оправдаться Священными Каждый Себе И Тихо И Честно Поэтому Главный Вывод Принцип Давать Богу Он Не Изменился Богу Нужны Не деньги А Твое Сердце И В этом И Есть Проявление Нашей Веры Давать Щедро Будет Только Тот Кто Верит И Любит Цитата Можете Распространить Можно Быть Духовным И Бедным Но Нельзя Быть Духовным И Жадным Вторая Причина Почему Я Даю Первая Знаю Божественные Принципы А вторая Я Даю Потому Что Я Не Жадный Это Второй Пункт И Мы Здесь Уже Закончим Я Не Жадный То Я Сердцем Не Прилиплен К Деньгам Я Не Люблю Деньги Больше Чем Бог Луки 12 15 Написано Берегитесь Любостяжания Ибо Жизнь Человека Не Зависит От Твоих Заработков И От Твоего Имения Любостяжание Такое Старое Русское Слово Написано В новом Переводе Жадности Берегись Жадности Написано Во всех Ее Проявлениях Представляете Жадность В разных Сферах Она Там Где-то Скрывается И Написано Проявляется Иногда Это может быть И в браке Жадной В семье Жадной По жизни Жадной Из Такое Слово Грубое Жлоб И он Не Может Просто С Этим Справиться Труднее Всего Признать Друзья Гордость Эгоизм И Жадность Знаете Почему Потому что Это Легко Скрыть Легко Скрыть Там Оно Замаскировано У нас Есть Духовность И у Нас Есть Деньги Поэтому Друзья Я Хотел Был вам Признаться О том В чем Меня Дух Святой Обличил Где Я Начал Делать Перемены В своей Семье И в Своих Даяниях Мне об Этим Стыдно Рассказывать Но Я Расскажу Во второй Части Может Придете И В заключение Друзья Перед нашей Молитвой Хотел Бы Сказать Что Даже Если бы Я Не Был Бы Пастором И Не Был 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 В Джексон Вилле Я Был Все равно Пропредовал На Эту Тему Потому Что Я Понял Что Сердце Человека Очень Связано С Деньгами И Это Проблема Это Порок Это Корень Многих Бед Многих Проблем И Это Нужно Лечить Сегодня Когда Вы Пойдете Домой У вас Будет Два Вывода Первый Некоторые Скажут Сегодня В церкви Говорили О Деньгах Потому Что У Нас Стройка Виноват Проповедник И Виноват Проект А С тобой Все Нормально Ты Просто Щедрый Ты Классный Духовный Второй Вывод Сегодня В церкви Говорили О Деньгах Реально Я в шоке Сколько У нас Связано Все С деньгами В жизни Каждый День Деньги Где-то Пересекаются И Реально Это Настолько Касается Сердца Насколько Опасно Вот Быть Написано Берегитесь Любостяжание Опасно Попасть В эту Зону Что Вот Решил Сегодня Я не хочу Быть Жадным Я хочу Дойти До такого Уровня Чтобы Я Бога Чтил Во всех Сферах И чтобы Меня Не давила Жаба Чтобы Я был Свободный И еще Хочу Детей Научить Спасибо Всем Людям Которые Жертвуют Богу Спасибо Тем Которые Жертвуют Даже Без Нужды Или Те Которые Ищут Спасибо Всем Кто Дает Даже Больше Десятины И Вас Никто Не Заставляет Я верю Я Убежден Что Богу Такое Сердце Нравится Когда Мы Часто Говорим Бог Меня Любит По Тексту Знаете Там Написано Доброохотно Дающего Любит Бог И Сразу Хочется Спросить А тебя Бог Любит На Основании Текста Последнее И мы будем Молиться Желание Жертвовать Зависит Не от Количества Денег А от Состояния Сердца Можете Фотографировать Распространять И дома Рассуждать Желание Жертвовать Зависит Не от Проекта Не от Количества Денег Не от Нужды От Состояния Сердца Действуйте Братья и Сестры Аминь Давайте Мы встанем Для молитвы Я приглашаю Для молитвы Всех Кто Имеет Какую Либо Нужду Мы Предоставляем Эту Возможность В церкви Всегда Даже Если Это Не Тема Финансов Но У вас Есть Хотя Бы Чуть Чуть Веры В То Что Бог Может Вам Мочь Вы Можете Выйти Вперед За вас Помолиться Если Сегодня Вы Хотели Отдать Свою Жизнь Иисусу Вы Поняли Что Смысл Жизни Без Бога Его Просто Нет Бог Дает Тебе И Дыхание И Холодильник И Деньги Все И Вы Сегодня Понимаете Где-то Что Возможно В чем-то Вам Нужно Покаяться Вы Также Можете Выйти Вперед Если Вы Сегодня Впервые Признаете Иисуса Как Своего Личного Спасителя Господа Обязательно Об этом Скажите Отсканируйте Этот QR-код Мы Хотим С Вами Связаться Чтобы Помочь Вам Дальше В Вашем Духовном Развитии Если Если Ваш Есть Любая Нужда В Молитве Вы Можете Проходить Сейчас Мы Возьмем Пару Минут Сейчас Для Молитвы И Потом Мы Еще Снова Споем Я Призываю Сейчас Каждого Иметь Диалог С Богом На Эту Тему Финансов А Если У Вас В Этой Сфере Все Хорошо И Вы Просто Утвердились Что Вы На Правильном Пути Слава Богу За Это Тогда Возможно Вы Можете Сказать Господь Как Давид Молился Помните Исследуй Мое Сердце Проверь Испытай Меня Боже Испытай Сердце Мое Узнай На Правильном Ли Я Пути Оказывается Даже Давид Который Человек Кажется Был Духовный Он Все Равно Дает Шанс Богу Друзья Услышьте Меня Верующие Давно Давно Верующие Он Дает Богу Шанс Что Есть Наверное Еще Какие То Сферы В моей Жизни Которые Я Не Созрел Духовно Закрытые Темные И Он Говорит Дух Святой Сейчас Можно Сказать Испытай Мое Сердце И Проговори Не На Опасном Ли Я Пути